Четвертая власть отметила свой профессиональный праздник. В День российской печати в Театре Апереты Энгельса собрались представители региональных радиостанций, телеканалов и газет. На торжественном мероприятии лучших журналистов наградили ценными подарками. Подробнее о праздничном мероприятии в материале Анастасии Куклевой. Одни их любят, другие ругают. Отношение к представителям четвертой власти в современном мире неоднозначно, но значимость профессии невозможно отрицать. Чтобы своевременно сообщить достоверную информацию своей аудитории, журналисты порой рискуют собственной жизнью. В профессиональный праздник глава региона выразила Кулампера слова благодарности. Воссоздание Крыма с Россией, события на юго-востоке Украины, экономические санкции Запада, падение цен на нефть, рост европейской и американской валюты. Все эти реалии нуждались в объективной, адекватной оценке общества. Небывалая консолидация и патриотический подъем, наблюдаемые среди россиян в течение всего 2014 года. Это результат в том числе и вашей работы. Кроме журналистов печатных изданий, в праздничный день в зале опереты собрались и представители крупнейших медиахолдингов региона. Сегодня они на время забыли о конкуренции и обменивались друг с другом поздравлениями. Также журналистов поздравили и представители различных министерств области. С акулами пера они сыграли в лотерею. Самым удачливым достались билеты в театр, полное собрание сочинений Карамзина «История государства российского» и «Красная книга». Награждается руководитель отдела информационного обещания РЭД «История государства» Элана Абжаримова. Торжественные мероприятия продолжились в зале. Лучшие сотрудники изданий, информагентств, телеканалов были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами из рук губернатора. Людмила Тимофеева работает редактором газеты «Заволжские степи» уже более 10 лет. Награду от главы региона сегодня получила впервые. Женщина признается, что такая благодарность – это стимул идти вперед. Кто-то из классиков сказал, бойтесь то слово, которое разъединяет общество. Вот так скажем, свою миссию, как журналиста, как редактора, может быть я так пафосно говорю, миссия, свою задачу я вижу в том, чтобы работать на консолидацию нашего общества. Также поблагодарили чиновники за плодотворное сотрудничество и руководители телекомпаний. Наиболее важными, на их взгляд, являются проекты, направленные на усыновление детей-сирот, социальную адаптацию инвалидов, цикл краеведческих материалов о национальной культуре и патриотический блок, посвященный памятным датам военной истории России. Среди награжденных оказались и представители первого в регионе телеканала с круглосуточным вещанием. Они единственные. Профессионализм. То есть, это интересно, это ярко, это зрелищно, это присутствие обратной связи. И, знаете, есть какая-то устремленность в то, чтобы охватить больше разных тем, причем именно социальных тем. Завершилось мероприятие концертной программой. С профессиональным праздником журналистов поздравили артисты Саратовского областного театра «Опереты». Профессиональным праздником День печати стал еще в середине 90-х годов прошлого столетия. Выбор даты не случайен. 13 января – дата выхода первого номера печатного издания «Ведомости», утвержденного императором Петром Первым. Позже направление средств массовой информации расширилось. Наряду с печатными СМИ появились радио и телевидение. А сейчас уже интернет-издание. Но газета до сих пор остается незаменимым и самым доступным источником информации.